Сложится. Все-таки ПКБ будет профитней, но все равно... Это просто как вариант. Ну, темп ларочка. Так что, стало суппорт. У нас будет... Ну, получается то, что Айсайз, он будет в первую очередь работать на то, чтобы какой-то шаду-демон мог спасти, или Клокверк не мог использовать каунтер-инициацию, ну, когда, допустим, Бетратор кого-то везет. Ну, а темп ларочка, это как герой, который прекрасно сочетается со Свеном, потому что минус армор увеличивает дэмэж Свена, и Свен начинает тащить. Она, ну, залетает. То есть, синергия, как минимум, есть и под Свена, и под Бетрайдера. Да и имеется бурст под лассо. Ну да. Скорее всего, у нас снова будут линии такие, что у нас дабла в виде Бетрайдера и Огра идет в харду. Потому что, в принципе... Рабочее дабла. Ну, в прошлой игре пошло, да. В прошлой игре пошло. Хоть и Бетратор немножко подвидел, но на искусство игре-то никак не повлияло. Ну да. Так, ну что. Давайте смотреть, кто на ком играет. У нас Муквилска пока что от Винкс. И... Шалов играет у нас на Свене. Блинк играет на темп ларочке. Фейсбиан играет на Бетрайдере. Айс Айс на Салли. И Инносенс играет у нас на Огрмаге. И команда Ньюби, где Кака забирает Элдер Титана, Му Медовый Тимберсоу, Хау Кэрис Ларк, Чоуайн Суппорт Шадо Демон и Кипи Ай Клокверк. Могать об этом игре по распику, кто тебе больше. Просто ты выбрал все-таки Ньюби, но как-то Ньюби свой пик совсем не реализовали. Ну, да. Пока я бы сказал, что здесь вот ровно. То есть здесь так не выделишь, здесь очень много вопросов в том, кто начнет первый. Там, ворвется ли темп ларочка со Свеном под минус армором в Тимбера, когда у него пассивочка не настакана, и убьют ли они его за раз? Или же ворвется Клокверк в темп ларочку или во Свена, поставит Коги, сам уйдет с Фурстаффа и Тимбер его будет пилить. То есть тут слишком много вариантов. Ну да, в принципе, тут есть такая возможность, что первый файт с такой глобальный под глобал могут зафейлить Ньюби. Вот если вот глобал как-то они там разведут на него и как раз как-то идут, а потом уже подерутся, то все будет хорошо. На самом-то деле, если какой-то хороший глобал через инициацию, и вот там поставят один-двоих героев, могут потом начать разгоняться винксы. Да, но я бы еще добавил то, что с глобалом самое главное вот идти и драться по кадре, потому что по игре люди могут собрать такие артефакты, как БКБ, как Иул. Какой-нибудь Шаду Дем может вообще купить и Гвардиан Грейвс, который тоже снимает Сайленс. И в целом Сайленсер вот именно, скажем так, это его слабость, поэтому лучше реализовывать Сайленс вначале. Ну, кстати, у нас трипла в Хард пошла у Винкс, и Бетрайдер стоит против Клокера, так что Бетрайдер вообще изи стоит линию. Ну и на топе, в принципе, тоже весьма такая боевитая, получается, линия. Салла краски плюс Огр, то есть, считай так, ну, как бы, курса плюс Игнайт, в общем, нажигать будут. Да, стараются наказать. Стараются наказать Сларка и Элдер Титана в одной команде, поскольку Сларк это не самый сильный боец. У него там два армора и не очень крутые статы. 1.8 и 1.5, это прирост силы и ловкости. Ну а Угар Мак, у которого 8 армора, он просто способен идти без руки, ему нужно идти и агрессировать. Ну, по крайней мере, бейте Сларка, потому что вот стоит два суппорта, и давайте, ребятки, работайте, работайте. Ну, кстати, вот по поводу еще Темпларочки и Тимбера, по-моему, у нас с тобой в Америке, на Европе были как раз-таки Тимбер против Темпларки, и Темпларка его не прощал, потому что армор, он не успел настакивать, а вот срыва с дезолятора, смыл, да, четвертого, она там его просто разрывала. Ну да, вот многие игроки, они подчеркивают то, что Темпларочка против Тимбера заходит хорошо тем, что у него обычно своего армора очень мало, ну, там, допустим, будет где-нибудь там четверочка-пятерочка, а у него там дезолька, плюс мэлд, сразу врывается, минус 15 армора, и до свидания, Тимбер. Очень хороший герой. Ну да. Против него. На дистанции заряжается. Видели мы такое, когда он на дистанции заряжается вот так вот, и становится неубиваемым, но вот если врывать такие герои, а для там Пларочка, которая его просто изначально сразу снимает весь армор, в очень и очень большой минус. то живет он недолго, к обычным. Ну и выходит наверх. Сверху мы видим, как Убермак начинает потеть. Прогоняет он Сларка, прогоняет Элдер Титана, и Свен вырывается вперед. 12-1 против, 10 на 0. Нашли КК, который, в общем, под такое ощущение тоже стоял АФК. Закидывает он станчик, но замедление работает, и, скорее всего, Саленсер его догонит. Однако отпустили. Почти, горит курсой, но отпускает все-таки, вылочит из Рабшин, подсейвил. Ну и пытается откинуть пока по Айсайсу. Кстати, Айсайсу неприятно, Хао хочет себе фраг. Паунс пошел, ловит лицо Ластворд, и, похоже, Фердланд будет как разъезден на Салене. Да, Салла погибает. Ну и по Слеп отличный от КК. Пока пытается раскатить, залетает у нас по Чуанью гнает, но, на самом-то деле, тут никто никого уже не убьет. Разделили немножко урон, не получилось добить. Немножко загулял Саленсер. Остался он здесь, ему лучше всего стоять вообще все время за Угармагом, чтобы Угармаг блочил урыв Сларка, ну и тем самым танковал. И, в общем-то, Нюби, они справились с агрессией. Даже несмотря на то, что Сларк добивает чуть меньше крипов, они пулют, пулют сюда, потом перепуливают вот сюда, и получается то, что линия качается. Ну, а Сларк убивает часть крипов под вышкой. Ну, кстати, вот Фейсбьян хорош против Бэтрайдера получается, потому что Бэтрайдер Ржа небольшая, вот Ржу отталкивание Кух увеличили, так что Бэтрайдер постоянно без МН остается. Он уже сейчас только в два раза впилился в Коги. В общем, вот он не особо хорошо, да и перепарливает его Лакверк 12-12 против 6 на 5. Тут сверху стараются забрать Свена. Угармаг подошел Лайк и Босс, замедляет Сларка, замедляет Шаду Демона, выбирает Хао. Хао пока уходит. Отлично снимает с себя все замедления, слабо за счет Дарпакта и бежит. Остается КК, который просто идет и месит. Плюс 32 от Иллюзии. Надо бы его остудить. Надо остудить его пыл. КК в итоге выживает. Есть у него Стан. Стан он закидывает, и тычечка, тычечка, родимая нету, живет. И смотри, на какие ХП ушла трипла. То есть Сларк, который там 100 ХП, Shadow Demon 100 ХП, и Элдор 10 ХП. Совсем чуть-чуть не хватило Винсом, чтобы тут победить в этом противостоянии. Здорово поймали тайминг, Ньюби. Огр Маков шел, буквально там на 5 секунд, он то ли пошел стакать лес, то ли он пошел руну чекать, неизвестно. Тут же врыв Свена, начинаем драться 3 против 2, двоих, и 3 против двоих побеждать очень легко. Свен в итоге вынужден ретироваться вниз. Не понравилось ему стоять в харде. Кстати, вот минус в том, что темпларочки стаки не делают, а темпларочка одна из немногих, кто может их быстро и в соло выфармить. Ну, это плата за то, что вы пошли триплой в хард. Суппорты заняты, нужно воевать. Парочка, может быть, если захочет, она сама себе сможет стаки поделать. Там чуть позже, когда она там будет, левела 6-7, рубаешь рефракшн, линию пушишь. Линию запушил, сразу пошел сюда, сделал стаки, забрал руну, и вот так, где-нибудь, 3-4 стака, потом фармишь один. Ну да, и оставляют линию, но он смещается на нижнюю, но на самом деле, клоквер там уже, уже 6-го, так что ему, в принципе, уйти с линией уже не проблема. Я думаю, бетрейдеру, бетрейдеру можно куда-то пойти, вот он как бы стоит, но 5-го уровня он не особо полезен, именно 5-го уровня. Было бы лосо, можно было бы вытащить, а так он просто отдает клокверку экспиренс, при этом сам не получает ничего. Ну, я думаю, кипя не подойдет, ему нет смысла подходить. То есть, они стоят в миде, они стоят сверху, снизу, если что, можно пойти подфармить лес, за счет батарейки, а у нюби одна линия, просто там никого нет, и вот сейчас пошли искать. Зашли в лес, ищут бетрейдера, бетрейдер отсутствует, все, это сигнал, то, что снизу находятся, как минимум, 3 героя, а может быть, и все 4, но саби нюби выходит на центр. Там вообще клок рядом, кипя готовы ворваться, пошел дисрапшн, пила полетела, в принципе, очень больно, сейчас будет блинкур, фаск не висел, ну и вот, пошел урон, клокверк, пилялся, но не точно, прячется в инвизии, в итоге у нас Тепарка, и очень на самом деле, долго она тут живет, выманит на себя оппонента, еще есть фаер, ну и кстати, вот сейчас спилят ее, на самом деле, очень много времени вырос, коги не совсем удачные, тиммейта, по-своему еще и позакрыл, потому что настреляли, но в любом случае, разменяться не получилось, винт. Выход был красивый, суппорты, как мы видим, активные, Shadow Demon, Салдер Титаном работает очень хорошо, даже несмотря на то, что клокверк промазал хукшотом, все равно в любом случае, этим парочка прячется в мейлд, а из мейлда есть чем ее доставать, это пила, и от Shadow Demon. Ну кстати, выход на Фейсбьяна, еще один чекрам, та же самая комбинация, скидостом нам по КК, как КМ было неприятно, но он только толстый, но и сверху напаливает у нас с Фейсбьян, Фейсбьян убивает в итоге, таблашка пошла воевать, воевает против чего, ничего не неприятно, ничего не погибает, размер, в пользу команды, Винкс, это первые два фрага для данного коллектива, но ему пытается вступить, лассо имеется, ну и вот, Arbor не насакался, и таблашка начинает его пробивать, но на самом-то деле, не так уж и просто, он дается все-таки мэлт первого левела, был бы мэтт промахшен, так бы, если убила, хотя на самом деле не отпускают, и напал мы накидали, так что это минус, еще не перешел, но уже слишком поздно, 3-4, и в принципе почти сравнялись у нас по счету Винксы. Отлично играет в спорта, что одни, что вторые, сейчас все свое внимание переключают на мид, могут они позволить себе оставить кэрри на легкой, как мы видим, Сларк формит, да и тот же Слен на легкой формит, поэтому начинаем все дружно тусоваться на миде, и вот вопрос в том, как тебе дальше будет показывать Клакверк, пока хорошо, Айс, Айс, Айс он нашел, никуда он не убежит, поэтому лучше всего, ну хотя бы демошь немножко внести, в любом случае ты погибнешь, и вот Клакверк пока захватывает инициативу, он играет чуть лучше, он точнее действует чуть лучше, там Шадоу надо успеть, подъезжает уже туда Кимберг, Клакверк рядом, но без кукшота, так что Шадоу все же уходит, и Фейсбьян, влетел с телепоид, пошла ракета, Фейсбьян пошел, с луккичет, залетает на Чуаня, Чуань покрасит его, в дизрабшин стан, по Чуаню, по Чуаню, и сверху еще и залетает, Курсал вместе с Лассвордом, Чуань так просто не погибнет, хотя дожжет, похоже, его, нет, не допаливает, ботлом подхилили, так что будет жить. Пока Клакверк может рваться один и убивать, надо это использовать, пока Бетрайдер все еще не имеет блинка, надо идти и гонять их, пока нету форстафа, опять же нужно идти воевать, и в общем-то Ньюби нам это демонстрирует, они идут и давят, причем давят нещадно. Клакверка, хукшот очень скоро откатится, если кого-то забирать, то лучше забирать снизу, потому что там стоят варды, там очень сладкий сайленсер, вот это минус суппорта, в том, что нет у него эскейпа, и он никак не может защищаться от тех или иных врывов, и при этом еще красный Свен, который, кстати, все-таки не купил себе реген, не нафармил себе он еще на масочку, и надо идти вот мочить, спамить иллюзиями, спамить чем угодно, пока тебе справляется. Максим Насалов все еще без интеллекта ворованного. Очень жаль. Очень тяжело. И вот тут, смотри, та самая вылазка, про которую мы и говорили. Смаки используют, варды есть. Свен, я думаю, понимает, что вообще, возможно, лучше убежать снизу, учитывая то, сколько здесь экшена происходит, и пойти добить, но нет. ФСБАНа находит, он взлетает, фэрфлай, цепил в лосококан, нас уже закинул, как он нажигает, как он прожимается стики, так что будет он выживать, ФСБАН, ГОГИ, да ладно, еще и может отсюда выжить, может еще и уйти, откидывается пока что на баллами, но спиливает его, по итогу здесь мул, погибает у нас тут Глакверк, и с ШАДОУ ДЕМОН. Все Чипому наваливает, пошла курса, ЛАСТ ВОРД, и, кстати, сейчас САЛО, может, и вслой его разглядеть. Да, и это фраг, по всей видимости, хотя нет, Боттл отпивается и выживет, да ладно. Да, выживает уходит. Пассивочка работает. Да, на 100% выживет. Регенщик, еще и Боттл откилился. Ну вот, хотел сказать, для Ньюмби, то, что Бэтрайдера лучше всего не прятать, если он летит. Разливает он огонь, и начинает вас сжечь. Вы горите, горите, вы хотите его убить. Если ты прячешь именно Бэтрайдера, да, ты его остановил, так хорошо, но при этом вы стоите на этом огне две с половиной секунды, и вы горите, учитывая то, что он на вас накидывает еще истаки. Так что лучше всего, ну, может быть, прятать своих, и в это время бить самого Бэтрайдера, чтобы можно было вырубить. Ну да, это верно. Ну, если Бэтрайдер решил у вас уходить похожую в покупку барабанов, а не блинкам, стандартная практика. что у Тимпларки? Тимпларка топовый на творожной карте, у нее 1900 голды. Ну, вряд ли это Блиндайгер сейчас будет быстрый. Башню сил света на них, что он по стакам стаки заблочили. Ну, Юби в этом моменте молодцы. Ну, сейчас это я, конечно, разблочили, но все равно, варс стоял. Или не стоял, или я уже ошибся. Ну да ладно, не суть. Там, как я, открывается времени у нас на Айс Айса, и Айс Айс отправлять в таверну. Кратов изглаз задается кипяем, это уцеплять пошло лассо. Рядно находится у нас вот еще и оготкидово пока что игнайтер сейчас будет еще и станчик без мультикаста. Пытаюсь посмотреть, у нас Чуань. Дого не кушм по файдбеянов изъява пытается сферить, пытается уйти, но погибает. Ну и блинк хотел подраться позицию хорошо себя не занял хорошо продолжает выгонять линкс из леса из леса как бы у нас имеется битрайдер нас имеется свин битрайдер блин все еще не дофармил на линии стоит очень опасно поэтому битрайдер вообще пока забил на блин просто покупать какие-то статы чтобы там была хп-чика барабанчики и продолжает танковать питывать рассчитывая на свою прочность совсем забыли вначале там сделал два фрага гре 2 ассиста и даже фармил и кстати у него уже имеется shadow blade да про него вообще все забыли вот видим как прекрасно небе могут создавать space для своих керри и хау как мы видим сейчас почти ничем не уступает свину он с ним идет наравне и готов уже идти лупить десятый левел в трейдера нашел с интерьера стоит лосочи скоро появится и может и пострелить сам то деле тут хау пробили водонки плотом шел паунс паунс не точно взлетает глобал но глобал слишком поздно нужно было его делать до дартпака хотя врывается у нас и отличная тычка с молдапа хау залетает и хау отправляется в таверну срабшин тем временем кидается у нас на поиск я нам ссылки сейчас сверху но понятное дело как здесь не погибает а вот блин дагер рот макроизовывать хотя пошла пила air splitter очень больно блинку и проживается рефракшн так что ты еще по-моему и вот он вот он тимбер который просто от импла рачки разрывается на части армор не достакался ну и разве получается 13 правят у нас еще кипя и кипя тоже будет здесь погибать на свой телепорт бочка отлично залетает и кипя минус этот минус 4 у команды newbie когда казалось бы у них все очень и очень хорошо да но я могу посоветовать ними ни в коем случае не идти замес если уже погиб ваш керри сларк то есть мы делали то что он хотел резать свой shadow blade но отлично с аленсер с битрайдером скопировали скопировались и были готовы потому чтобы эти врывы контрить в данном случае заранее стояли с эндри ну и после этого если вы делись 4 на 5 то по-моему без ларка здесь вообще ничего ловит лучше всего ждать пока он вернется ну вот вырывать у нас вперед по счетам винкс и кстати что по графикам еще графики не смотрели у нас преимущество по голде очень-очень маленько все лишь семь сотен ну и по xp в районе 2200 ну а было недавно 0 по эксперта что игра у нас в принципе весьма весьма равная а пока у нас такая игра то что особо вот эти пилы которые идет они не так опасно и как early game он обычно сводится к тому что чтобы мы смогли поиграть доту потому что если раньше дота была таковой когда вы допустим поиграли линию и камбэкнуться было нереально идеальный пример четвертый инт и просто там где 20 минут 20 минут 20 минут отличный гранд финал то здесь мы видим то что могут ребята позабавиться но потом будут решать вот мид гейм стадии любые киллы у нас вылазка в инвизи нападает на свына на пробивает старщиком арморка что у тебя поднял иметь армейс врать лак веков прикрывается у нас на блин к блин кайки и очень-очень неприятно пытается показать на стебле стелли фашин и blink погибает минус 2 кора но правда тут салжат наваливать под глобалом вот уже делали минус одни пытаясь пробить еще еще а не чуань очень блюдо к смерти пытаясь крыться 100 залетает но лишь по одному салу так что чего не здесь точно погибает до разве каждый не в плюс для команды вниз но по крайней мере 2 в 2 получилось но это еще не конец мы врывается last word у него пошел стал поймать себе в лицо хау хау врывается носа пели у тебя это не имеется и не за ними за что ты делаешь хау лол он погибает под вышку зачем у тебя нет паунса у тебя нет ультимейта и муфта верно минус 4 когда вы убили двух коров начально как как можно было так подраться все ради супор салинсера но не попала что поделать его я была дальше драться то есть не попал уходи я как бы прыгнул понимал то что он уже никуда не убежит у него там шатт-данса нет и он решил до конца а затем веры но они же друзья они же вместе были там не знаю с кого с 2000 хрена узнать какого года потом там тумфу еще то есть да они вместе там еду выхода как а и будет минус 5 когда казалось бы отличный файт от юбе убивает двух кор вначале я сейчас пятерых просто минус 5 . микро ошибочка хау старик ему можно ему положены льготы по себе могу сказать что попадать паунсом как вот но многие говорят что о боже моем промазу паунсом это ничего страшного как вы видите профессиональные игроки такие как хау которые едут на это и считаются одной из лучших команды китая даже не могут такие ошибки совершить принципе для любых любых таргетов это норм вы бы не стопа подать же ими на бывает вот вопрос в том что они сделают сейчас потому что бутрайдер появляется блинка теперь перемещаться по карте опасно и нужно как-то идти продолжать вместе понимаешь что ошибся пожертвовал собой я думаю просто мог сделать т.п. просто мог сделать т.п. погибает му уже четвертый раз по поводу тимбларки можно просто сделать т.п. пока тебя бьет сларк у тебя большое количество хп ты можешь уйти но он решил то что вышка для него ценнее лады решили тоже вискнуть ошибочку ошибочка была посолиднее от юбе в прошлом файсе решили немножко так у нас так ну и теперь интересно посмотреть на му что себе купил вместо того чтобы купить бостом в общем-то как я предполагал он купит себе и ул потому что бкб это конечно же хорошо и здорово отличный артефакт для того чтобы выигрывать за мест но бкб не дает ему мана не дает ему регена из-за этого как бы очень тяжело фармить и набирать свои натворца впоследствии поэтому в общем то сейчас он купил ул это может быть замена бкб пока это плюс-минус сойдет но потом может быть и тоже бкб себе купит у нас уже очень очень скоро будет изолятор вот им пла рачкин тогда конечно все большие проблемы сейчас разрывается что-то ой-ой-ой заходит на хай граунд и неудачная позиция для не убил тоска тут еще и из рапшине в любом случае я даминку далеко везде халп до своей противой сайса снова атака вошла на сенса сейчас он побеждает неплохо но правда же свернил цепляется очень боя была хау-хаут панцовый софта сути клокер плетает у нас и время коги ставится на байдера но погибать так как при этом разве пока что в плюс для винс пошел с томс там полетел по муму подстанет разбитут как а как а пытается уйти полетели чакрам и летает еще ему пошел обрезать так сказать путь к своему тимуэтов поднялся и пассивка и нас так она и все ну скажи до свидания очередная отличная драка для wings я думаю ну вообще тут очень повезло как бы не всегда ты начинаешь за место того что вы состоите на возвышенности ну как бы кучник оставить и центре и люби которые шли вот по этой лесенке просто были до конца понимали что вообще им делать какой сумбур начался ну и минус 2 саппорта вовременно и их продолжает когда решил врываться среди своего элдера он его заценивал сам пакет и то есть лучше бы лучше наоборот да лучше наоборот я поддерживаю наоборот так ну и что у нас для небе то можно посоветовать вот поставить этим хотя бы на фармить что-то такое для своих суппортов чтобы можно было жить потому что они как мы видим каждом замесе сталкиваются с тем что глобал прыгает них тепла ручка которая начинает их резать через mail и тоже шаду тем он никак не может себя спасти нужно что-то подформить может быть какой-то форстаф может быть там и не знаю как миг чтобы быть потолще может быть последствий гвардинг рэзы но желательно найти себе артефакты для того чтобы можно было кайтить с вены эти парочку в ближнем бою не короли все у тусала было как будто все так себе мало было у него с ровно интеллектом то ли 4 то ли вообще два было своровано а сейчас уже на 21 минуте 16 украдено интеллекта и жидкие весомые тысячи хоть он еще и головы не качал и выл купил себе и кубик об этом у нас условно и также дизатор готовый паршек так что вот все есть у винса для драки я я вот смотрю на хау который хочет напасть я бы им посоветовал хау нет сейчас не совсем то стадии когда ты реально может быть можешь бегать и раздавать ну вот если вот огармак он с ларкой не боится ты на него пойдешь и не убьешь нужно время саленсер конечно боится у саленсер бегает мудрее он бегать за своими не поставляется свенте пларка и сейчас так хорошо отожрели рошану там на самом деле хукшоттер сплиттер и может быть ошибочкой такой заход она рвать со слартом выходит спину и напал на краски на сало прожал он глобал так что салпы сделал все что нужно хотя он еще и живет он кидал одетки без при у нас а у нас а лазере врываются задачи на фейсбян фейсбян пока стоит у нас по классу он не потратил минус 2 уже сделали отлично начала файта блинка пробивает блинк очень битый но при этом добивает он му-му погибает у нас эти шадов пока выпадает воюет как царь против всех но окружили со всех сторон и его убивают размен получается 3 в 1 так что все таки хау просто батья залил посмотри зуб мари какое количество центре здесь раз два три четыре но 2 них стояли визни поставили потом и хау умудрился через все эти центре обойти на по спину ворваться один втерых развести саленсера на глобал как бы его нужно было давать потому что ну а ты никуда денешься и за счет этого глобал как бы был потрачен с ларка не убили он сбил эти шаду дэнс и все уже драка идет 5 на 4 а там уже шаду демон да там уже шаду демона элдер титан начинает закастовывать наступали краски у нас вилса через этот проход а он слишком узкий учитывая там еще имеется слар который зашел подрезал лакверка ворвался и не смогли битрайдер вообще ничего не сделал то есть там началась драка он летает такой летает и даже не понял кого хватать лосом просто я на месте пошел на взлет и после этого его приземлили все на этом его драка закончилась но теперь в коем случае нельзя останавливаться вот как мы с тобой говорили как бы есть глобал с глобалом нужно идти глобал позволяет тебе начале игры захватывать инициацию и битрайдеру нужно желательно напасть первым вот просто это необходимость номер один просто купил кстати вот файт выиграли у нас юбе рошан был битый но проблема в том что даже битва рошана убивать это слишком сложно что рошана стал состоять на месте и если бы минус 3 плюс рошан это было бы очень круто так минус 3 ну в принципе норм камбэк на там 2000 но такое но они еще не так сильные дпс мало вот теперь посмотрим какие же у них будут действия можно конечно на фармите им пларочки бкб против тимбера тогда и вообще будет пофиг на 10 секунд но она решила купить себе яшу и превращается в некоторого ассасина который будет убивать с руки 120 плюс 130 получается 250 снова заходит на рошана вот раз они помудрее незачем нам все это всем сей толпой туда идти и заранее скаутят территорию проверяет если старт заранее еще поставили опсы и к этому рошана подготовились на все 100 процентов заманивают ребятки ну на самом деле перед аж нам стоит убить т1 вышку что она может очень жестко заряжать и т2 желательно еще забрать тогда в рошана будет идеальный и с ларк не будет урваться один пятерых учитывая то что с интереей просто миллион стоит ну днем бы трейдер вряд ли залетит слишком много видно нужна ночь ночь будет нескоро поэтому нужны смоки смоки завязали теперь бэтрайдера не найти и самое идеальное вылетать прям через рошана занимается видимости у нас бэтрайдер дискорд появляется на северене мусала летает у нас фейсбьян свемпаде сам готовы 5 кипя и кивая подцепили кипя я убиваю даньки быстро неплохо все получилось но дальше просто так откидать почивание не точная колбаса летает пошел спитер пошел убивать шадов когда я сам очень выбраться бкб но дима и пурш уж слишком жесткий спел пока бы он пробивает носа то деле тут му очень вид и взлетает носа то деле от после его он не живет а что его не решение проблемы даже как бы уже работает для него потому что всегда после его он погибал то есть как бы да ты скидываешь я сайланс но что делать после я подходите твои противники я просто не сужают и каком последний выживший команда и похоже это тивой в исполнении команды wings а вот так получилось а вот так вот должно быть и получается следующие 20 минут потому что как мы видим если викс просто инициировать первыми бэтрайдер кладет абсолютно любого героя лассо тут шансов люби просто ноль по крайней мере я вижу 0 шансов на выигрыш замеса теперь нужно помимо его вот есть еще один артефакт он как бы собирает все будут стоунка что хорошо но нужен гост ты поднял себя приземлился гост нажал ну и депуза как по крайней мере свин точно собирать и банк готов рваться ворвать айгис или нет пока ждет пошел врывается ворует рашана ворует айгис неплохо в принципе по крайней мере это команду немножко обезопасит от дальнейшего пуша но понятное дело погибнет он здесь дважды материном воюет вас против чего не сало и стала плаг вердил который типа должен был погибнуть на самом деле идет идет да и оси испугались видели то что у него будет мой там очень скоро перезаряется и подумал свин ну его нафиг на пару стим парк решили отпустить но сбили айгис тоже как бы вот и вот без глобала все наоборот без глобала мы можем маневрировать без глобала можем разводить поэтому возможно винкс немножко потратить поторопились рашаном они принципе могли на него батить всю игру вы просто подошли приходит ньюби боясь то что вы заберете жете глобала подрались глобалом сделали минус 5 отошли снова ждем глобал снова подрались 5 на 5 видим то что можем забрать рашан до байбеков точнее до их подхода делаем новый любит от 1 успели что у нас теперь ну теперь по моему встают не без колен как минимум у сварка из бкб теперь глобал не проблема как минимум до бкб имеется но тимбер с блуд стулом и с большой долей вероятности но он его не зарядит разрядит гост если он купит гост я думаю на вы разрядили дам если густо будет лучше бы тем парочка уже купил себе манту может быть я не купит она себе диффуза если вдруг какие-то госты появится но бкб и тоже бы хотелось приобрести бкб штука очень полезная прости бера это нам что у окра там у графа став 3 1 13 кстати отличный к 2 погибал меньше всех на карте учитывая то что там минимум это три уха у вас видите за 4 смерти у нас то что даже удивительно что огур настолько мало умирал неплохо теперь с гостом всему готов раз готов стар готов остался что он чем покупается гвардинг ресс как вот мы говорили ранее и с этими гвардинг ресс как только дается глобал он тут же с ним ну себя этот глобал снимает после этого еще желательно форста чтобы ты мог догонять битрайдер которая тебя целью возит и таким образом ты будешь сэйвить своих союзников все вот почти все герои сделали идеальной сборки вот почти все кто что мог то такую тут полезную вещи купил инициатива тихонечку переходит в их сторону наш варенцы готовы сражаться они сами даже уже идут давит и посмотри на голове аркан руна у тибера очень хорошо подраться так вот вы подошли с имитировали свое нападение потом решили отойти стянули wings а после этого идем фармить свой лес мы безопасности датки вот этот стил аегиса зарешал парвинсов если было бы егис у тэп-таркета большой вероятностью за собой там один товар скорее всего внешне а то и все упали бы уже я думаю скорее всего wings бы как и в прошлой игре просто пошли добили нюбе возможно у них они очень хорошо бьет вышки парочка здесь ольком сен ты начинаешь сноуболица то это конец а тут ровный грамм ски должна спадать ты один вышка а плюс был тим вайп но вышку не добили шипотина шара на самом-то деле лучше поубили вышку это было бы с и вовей сша на дают но не получилось и врос у нас там по избран сдалека на форста фактом блинках но чуть-чуть не доехал вот не могут своим пати с маке они знают то что сейчас wings формат свой лес непрекрасно понимаю чем занимается свин чем занимается бэтрайвер но видимо они вообще верят то что их лейтели хотя я сказал что тут опять же 50 на 50 и можно было попробовать рискнуть но не торопится усларка 2900 интересно что он себе возьмет либо он апнет себе shadow blade до сильверейджа либо купит себе сразу сразу начнут делать скади поскольку скади здесь заходит против того же свена идеально ну да или вы бы стал ходить тоже понадобится кстати такой внушительный твор сучу они 6 500 на шадоу деланием неплохо учитывая то что у него 7 смертей на 8 заклипал бита такие shadow позе нам фармит он очень-очень хорошо врыв на шадоу бкб не прожимаясь на чикпа хао разводят друг другом щупают щупают они видят тоже темп арочка сверху и решили попробовать и заставить прийти сюда но она не идет она на кого забирает товар одна вот еб наказать час пойдут наказывать от этого рвется готов готовы врываться клак вверх заезжает коги отлично залетают врата клак вверх сейчас начинает получать тысячи но имеется фротов он выезжает со своих богов пошел глобал навалит по фэйзиану фэйзиану очень больно и отправляясь в таверну ну только долго погибался на то деле эрспитер по огру вот смерт для него чуан делает даблкил айсайз в опасности айсайз получает тысячи осларка очень жестко все залагало и вдвоем выживает нас лишь здесь винзы хотя не факт вы продолжается и подняли спирали в итоге у нас здесь свена минусует у нас пашка одного героя но сама погибает это тим вайп в исполнении команды не уби у нас тут тим вайп на тим вайпе происходит вы пытается ступить у нас по итогу отсюда ванью бей конечно путет два кадра в секунду не впечатляют да что ж поделаешь я вот только одно как свет включил gds вроде бы он уже хотел эти прыгать потому что перед ним стоял сларка там кого-то поймал бэтрайдер это все что успел увидеть но после этого клокер такой залетела коги расставил и свин все это время стоял в клетке не мог никуда пройти кипя и красавчик но с паузом написал может быть них уже лагало может быть ну что при спите мир был слоун зарядил 18 зарядов 2000 сверху право забрать товар подрались хорошо развили на 2 bb к 2 bb к от коров от их ложечки от бэтрайдера что принципе весьма весьма неплохо и ты парочки стоит сейчас уже задумался о том что купить себе как бы сейчас рассчитывать на то что будет global а такая ворвется начнет убивать мол там дизолятор криты мы сейчас всех всех уничтожим но допустим старт нажимает шару дэнс она его не бьет и вынуждена стоять питывать а дар пак там теперь нажимает гост она его тоже не бьет но остальные герой стоит сзади тот же клокверк уезжает на форстафи и как бы она как бы она больно не хотела бить но у нее есть все необходимое чтобы от ее тычик защититься а вот если будет бкб на хотя бы будет жить потому что пила именно вот это вот пила тимбера это вещь очень сильная фракшн падает почти но еще она играет против элдера а вот парочки так то армора белого очень много а вот зеленого малость лишь 3 да поэтому тоже вот тоже верно подметил есть срочно нужна защита манта из честно говоря зачем здесь то есть манта иллюзия умирает от там элдер титана ульта x носит мгновенно от ауе тимбера там тут же шаду демо стоит ядами закидывает издалека ну наверное зачем то она здесь нужна раз он ее собрал ему лично но пока я бы купили базильку да базилку купили бы все-таки нужен армор это лучше хотя бы так хотя бы что-то было бы ладно не владмир собирать а базилку ну по идее они рассчитывают на варкрай это типа местная базилка но когда ее 20 дано там тоже чуть-чуть дешево принципе дешево среди то и отчасти помогало бы но я сак я согласен против дар титана вот многие говорят что собрать владмирс на команду это вообще самый лучший вариант как бы казалось бы 2000 голды но уже у вас там героев не по ноль армора и вы можете хоть как-то очковаться с руки аж это потом еще и кирас кому-нибудь чтобы так совсем закрепить успех но посмотрим посмотрим три вторая минута пока мы видим графики абсолютно ровные но все же мы точнее я лично даю предпочтение в пользу небе потому что у них как-то пик выглядит ну пободрее как бы я не любил угар мага который там выйти развешивают свой баф тимберный в этой мете особенно против милищников самый настоящий монстр если он там набирает свои 3000 хп у него постоянно пассивка плюс 32 армора да еще и все это подал под элдер титаном и шаду демоном то просто только господь бог поможет свену как-то как-то с ним бороться на равных ну ладно что тимпларка сегодня ворвались одновременно там под критами да 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 по удару скинулись и умер вот они но вот не правильно делать они делают все чтобы спасти тимбера то есть как бы не ворвалась тимпларка как бы не ворвался шаду демон если тимбер просто вот успеет развернуться или даже пофиг без разворота его два раза зафорстафет неважно куда у тимплар очка со свеном с блинков то потом возвращается и начинает кидать свою пилу вот то есть вот форстаф это идеальный артефакт я бы еще чего не собралась ли что а он кстати хитрый вместо форстафа собрал блинк на блинк решил буду сэйвить теперь крутое сэйв да турбо крутое сэйв стоишь за километр батрайдер тебя не найдет как только он прыгнул нажали глобал снимаешь это себя гордингры сами и все твой союзник живет да у теперь еще и по на появилась надобность покупки мкб потому что старка появляется бабочка от барка еще и даже бкб не имеет и хочет заферми себе дайдалус так что вот если вместо манты бы она заменила эту манту на бкб а потом еще вместо тп или там вместо ничего нибудь взял бы 7кб можно сказать я была бы идеальная сборка но сейчас она действительно немножко проседает я думаю что небе могут пользоваться этой слабостью и нужно идти и навязывать свои драки прямо сейчас возможно будет за трошала вас три минуты хотя все же подраться сейчас стоило бы все имеется для файта ну как минимум можно подождать руну там какую-нибудь руну найдет хороший слаг там либо хоста отдады лежит и вот с такой руны можно идти и пытаться драться как мы видим вижена нету вообще винкс потому что человек с гемом проверил вообще все точки и итоге очень боятся выйти снимает все трапы которые стоят и свет делает самое грамотное решение он уходит наверх где не бинет и фармит вражеские леса самая безопасная . на карте ну да что там у бэтрайдера появился у него плейт мэйл ну в принципе выбор грамотный часть решает проблему с армором интересно во что он будет его собирать ну скорее всего в шиву наверно скорее всего в шиву но возможно и лотус в кирас это очень вряд ли посмотрим шива очень хорошо стакается когда ты ворвался шиву нажал там кого-то замедлил они тут спасать своего пацана а ты в это время на форстафе выезжаешь круто стакается ну-ка у нас побегал побегал думает такой на его нафиг 1 3 расставлять у нас винкс и я нужно купить на бэтрайдера купить гема дать бэтрайдера такая поздняя сабля у нас нас вне уже фактически четвертым айтомом даже пятом потешку да и факт что она сейчас нужно вот такой стадии же 2000 это хорошо если купят доедала 100 сабли нормально смотрится 2 карета подряд еще никто не груда сдался уже другой разговор что у нас там хава за первой линии пошел the warding у нас внутри не скупятся у нас в инкс и сейчас лично кварт имеется так что у небес информации я не отступают выше вам у нас готова уже у тимбера но они могут типа сымитировать свое отступление потому что тимбер находится далеко вам пока я пошел пушить вверх а потом учитывая то что орды стоят и винкс их не нашли они могут пойти наказать вот они это делают прямо сейчас рассчитывать на то что викс расслабились связь стрелка же ему больно как же его больно бьет сларк убивает свена сларк пошел дальше находит огармак 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 стоит просили в итоге своих ребят потому что здесь моментально себе любой минус чуан синицировал идеально просто увидел свена пошел навесил демоник порш ну и под с ордкетчером старик этого сына развалил без шансов бабочка бусит о слишком сильно да и шаду дэнс и рошан через секунду с этим ларками бойцы против этой бабочки просто вот что один стоит миссует что тип ларочка стоит миссует грубо говоря не могут сделать вообще ничего что-то с таймером случилось на решение где тоже там нет ничего не отражает меня я ничего он закончился почти то есть он появился красивый рошан от наверно из-за того что у меня эти gardens поэтому он другого цвета конечно посмотреть на эта история нужна про рошана он столько уже лет с нами а мы даже не знаем что он там стоит вышел бы да он давно нашел бы себя кого-нибудь и загадал в истории история нужна для каждого героя вот для игрок есть а вот рошан то тоже герой что я думаю гбн у меня услышал что мид напишет рано или поздно но в любом случае суть это не меняет тебе у нас пока продолжает лидировать x gaming боятся как огня бэтрайдер на гем они на бэтрайдере не покупают и за счет этого просто видит их на вардах увидели на варде правда сейчас один вард разбили клокверк тут же пустил ракету их видит и wings просто еще и могут сделать вот сейчас скорее всего in essence приедет застанил хао застанил хао испугался вот вверх не попал клуб шо там можно отойти верка взлетает у нас бэтрайдер готов кого-то подсыпь и цеплять только как а пошел глобал врывать на какая отличный поцелевать чего не успел там в аннатечке еще гуски держаться какая какая отступает но ненадолго на его случае жил он очень долго что все в принципе получилось грамотно погоня продолжается у нас от хао хао срезать у нас в итоге бедного огран ну и и плачка встречает хао но хао уходит в инвиз и начинает разваливать потихоньку шадова форстафы как же не так плохо катят ему снова провазочий но пытался поспеть не получилось блин готов воевать но нужно отступать в самом-то деле просто отбежать ни в коем случае не разворачиваться свин без хп тем парочка без хп старик пошел ищет саленсера и может быть получится его убить мкб чека работает да есть врывается ему остается один против всех его стараются убить и как же он живет посмотри забрал тепла ручку вместе с собой на тот свет но она без байбека если что 100 секунд и ей не натикает 0 в случае там все мертвы до любом случае там все мертвы чай сыграл на 5 с плюсом в итоге у смог он какое-то время выиграть для лр титана который все равно стерли но ничего страшного не библи молодцы и вот не обе они и подались хорошо после этого нужно было что сделать просто отойти и пойти забрать рошана потому что свет без бкб свин без гдс он в драке себя вообще ничего не представляет после этих артефактов вы там просто замедляет кайтит делали с ними что хотят но в любом случае до споря на это по моему рошан за небе что сларк рисуется посильнее побыстрее разы быстрее ну да ну смотрите плачка купил мкб с арку уже дает он и боится на было неплохо теперь это понимаю будет доедалус да вообще хотелось бы купить себя бкб но что менять на бкб а я думаю уже нет уже пути назад нету если уж пошел такую сборку то иди до конца до менять уже еще надо можешь потом поменяешь потом 10 секунд тим парочка будет так нормально смотреться еще под бафом у гормага так что ой 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 аганим на батрайпере вот уже интересно не вообще неплохо там как бы четыре милишника если что и то есть двойное лассо вероятность крайне высока так подцепить а на самом-то деле двойное лассо и как быть только одного можно встретить у нас чуань так что это парка с кем-то справиться отличный выбор плюсую батрайдер шарит и в это время рошана забирают тепла . появляется вот-вот сларка шан уже начинает бить и на месте в их нужно бежать прямо сейчас просто и бежим на пофиг давайте ребятки они решили сделать похитрее они заранее прожали смог они видимо тоже предполагают то что сейчас линкс придут решили пойти проскаутить может быть даже поставить какие-то варды и пока не вроде на шаг спереди ищут вот эта игра сейчас на хэграунде встретят будет неприятно их окрасить на хэграунде спалил это вылаз купа он себя врывается у нас военный пластер убежать и как шот неудачный его сути там шага подрезать на хвостом поднимали кужом разваливает очень быстро сайлдора пошел ромба чего не начать по доске втором на самом деле сейчас гусли бы захочется можно погибнуть погибать этот у нас у свен с байбеком если база рядом можно байбекаться с пищевого но решил пока этого не делать погибать у нас два суппорта команды newbie ну и блин отступает в ней наступает линка отступает кого и теперь теперь погибает от сайлансера ой 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 это было не приятно стало 36 интеллекта если что уже имеет так что он так как я уже жесткий и погибать еще и тебе от блинка и минус 4 в размен лишь на одного свина но согласись инициация была провальная slark промазал пауза мои все ну да как и горотки так легко попасть особенно когда напряжение в таких играх растет клакверк промазал своим хукшотом тоже ни в кого не попал и в итоге за счет того что они большими большую часть слов промазали они просто весь свой бурст отдали в одного сына ну сына забрали остальные герои разобрались а там салат вы жесткий уже то есть они так забывают забывают у него так-то ненароком 36 ворованный ну тот самый сайлансер из которого про которого ты говорил ну да он он даже несмотря на то что суппорт у него там чистый урон с этих glace of wisdom и как мы видим на яре тут очень больно особенно под угар магом он за один удар 250 хп сносит нормально да так и стало может и ремпши делать если что такое уже было двигается потихоньку внимание не обращать я я вот думаю насчет клакверка если сларк идет первым может быть клакверку позволять врываться первым потому что как-то все старается сделать хао мы знаем то что хао это у нас местная львица она любит всегда идти вперед но тот же клакверку обычно вот он любит когда врывается первые потому что если перед тобой стоит сларк там еще и что-то тимбер бегает перед тобой по ворваться нереально то мало того что враги бегают двигаются так еще перед тобой твои двигаются это просто харднот а если отпустить клакверка вперед то он ворвется в какую-нибудь слену например потом тут же себя вытолкнет и уже сларк сто процентов попадет паунсом да и тимбер закидывает пилу и уже замес как-то смотрится в разы лучше нежели то что происходит вот тут ну кстати вот решили винксы не контрить покупку госкепта на суки целых три штуки но диффуза не не покупает решили просто вот рвоза госты мы на форставах подъезжаем другой цели начинами и убивать справляются работы они просто меняются да тоже то что как бы я просто ну свин точно этот гостник точнее точно диффуза не купит это точно можно утверждать но этим парочка она пока она по-моему свою задачу делает она мобильная у нее сбринг если уж ты начинаешь уходить гост она тут же нажимает на мне фракшен идет бить кого-то еще приз пускай там огур наваливает в госты там вот так неплохо залетит от мультикастом у вас нет проблем с таким что вот проживаться госты начинается там милишный керек теряться драки и не знать купить не находите цель есть такая старта блея ближнего учиться ну да просто бей ближнего вылазка ира игис у нас имеется в бинсов сыр кстати у нас это был не третий рашон или ну ладно не суть пошло падение обрывается чего нечего не хотят а форстафе но недалеко не отдалега кирилл но недалеко поспитом еще раз бедного клакверка разрывает а там сало потихоньку по чуть-чуть сам залетает кипя в таверну вместе с чуанем и даблкил для фэйсбьяна блестящая вывозка достали врасплох правда айсайз как у холм меня посмотрел увидел форстаф 1600 хп подумал ну его нафиг рисковать лучше отойти глобал потратили и сейчас очень скоро появится у них будет задача пойти подраться уже реализовать отсутствие глобала хотя игис интересно смогут ли айгис на комната трейдеры ну вот разортовали как плотный 2 4 было нет но в остальном прошлом все слишком хорошо вышки просто придется отдать девушки хотя 45 минут я думаю в общем ты без вышек они тоже могут поиграть не фашистую заберутся там 20 секунд осталось до клакверка и меня запущено вплоть до вышки интересно что хао будет диетными да не подумать поют сегису естественно брать нет пока интересно то что хао будет брать он как бы купил себе башер так меня купил shadow blade butterfly и возможно ему надоело то что тимп ларочка от него убегает самое время взять скади и не отпускать мы как бы видим каждый замес бегать и мир ну там старается бить изо всех сил но тип парочка на него садится и не отпускает вообще а просто не дает ему двигаться над тем временем у нас айсайс в смысле мистик став что скоро будет хекс уже и войс он купил чуть-чуть остается дофармить смотри какой идеальный артефакт покупает идеальный против тибера по-моему лучше артефакта просто нет ну во-первых криты от их там как-то бабочки включается то есть теперь свиньи будет мазать по сларку она не имеется так что выбор отличный получается и след за этим ну теперь конечно же имеет и бкб это хорошо но учитывая насколько они все плотные то вот после этого накинешь так разок блаторный все эти беру сладкий тараска усвена 300 кпс выключенным армлетом и его разобрать как бы тимбер да спиливает конечно очень таки вроде все равно ну да только проблема то что как бы вы был такой вариант когда убивали свена но после как-то не хватало больше не ни на кого урона я согласен да на их месте я бы сейчас вообще свина старался бы обходить и первую часть вырубал бы тимп ларочку и сайленсера а уже потом брался бы за свена потому что свен слишком плотный это недооценивало сало то что ну там супор ну подумаешь сало у него там как-то урона очень-очень много и угра тоже наваливает очень много урона но с магией загрузки закидывается и мультикаст и будет очень приятно тени у него еще и скоро огонь не будет уже 1600 руках имеется point booster не знаю как мир вот винса именно по айтемом и сейчас что у них имеется мне нравится не больше чем они не знаешь что сделать пускаем пускаем плотверка вперед потому что клокверк вот в чем минусы на клокверка это что очень тяжело попадать своим хукшотом очень тяжело и обычно когда игры затягиваются как бы коробочка это конечно хорошо но вот бичик лейту когда там у героев уже очень большой атак спит например тоже не парочка имеет 051 051 она эти ну эти коги разбирает почти мгновенно идет то есть надо как-то вот к лакверку позволить себя реализовать обязательно ну дайк лакверка еще купил себе point booster ну минут так 15 назад то есть до сих пор не вывез себе агоним просто хотели его уже 10 то есть такие вот принципе хорошим началом он находится на третий месяц конца по нетворсу жди 500 у него то что тоже от чего не перепарливает на 1200 его что все-таки плотверк после тех череды неудач смертей честно просил если был бы агоним туда с агонимом драки 30 секунд и это очень жестко но вот есть только одно право на ошибку ошибается врывается не точно вас или хао через кекс а у разрывает кого пошел почти и вроде бы неплохо прожали глобан углу вас но поздно можно было против пораньше хао шиповая вайпер са бкб ультимейт бою против блин к ну и очень больно блин кублин погибает и вот ошибочка оцен лантера зачем он проживал так поздно бкб и зачем он выэкономил придя вам пробивает фэйсбян тоже здесь минус хочет поймать шалу но шалу сейчас ученка замедленный пытается раз за цели блин куется но его просто катят ну и спири в этом тюреме нас бедного у грамм ну подошел кипяй решил закрыть коги именно с ценой своей жизни единственно убивают 14 очень красивый грамм да очень красивый грачу они идеальный пациент старт казалось бы был на грани смерти отдали у него довольно таки много всего но последний прожимает бкб прожимает свой shadow dance butterfly и огромный плюс том что темп ларочку уже сделала блин к нему и начинается имбрация как только старт пожимаешь удаст она беззащитна она не может уйти никуда ты тут делаешь паунс и все эти парочка приехала у нее там 2000 хп и как мы видели без бкб а просто рассыпается там за пару секунд я совсем забыл про агрессы на что-то в делу не уже снял глобал снимает да да это я это я уже не заметил это уже было это там части плавит 9 будет у нас тут чего не отомстил его за просто улетит но естественно рисковать не стоит давайте-ка лучше всего отойдем продолжаем и ребята наблюдать за очень интересным матчем 39 на 35 невероятно равный граут если посмотреть на графике просто 00 51 минута команда реально стоит друг друга викс викс прошли вида квала на end до прошли его чтобы дай бог чтобы викс играли вот так найти как они играют сейчас чтобы они также выступали потому что игра бесподобная ну по крайней мере от них по это что из какие-то ошибочки то что может быть у них что-то не получается ну и вроде все не так идет но при этом что пике очень интересные тут у гормаги бегают с сайленсерами ты в целом очень сильно стараются так тепла . давай продаем манта стайл все она тебе не нужна и залпай бэк и немножко себе отдалил покупку аганима но парочка продавая манту бери бкб выигрывай игру у нас на деле бкб 10 секундная на такой стадии на такой темп ларке запакованный это страшно он тиммер кидает мне две пилы и 180 урона в секунду 360 еще она пилит там по 100 урона в секунду 2 пилы под ней 200 урона в секунду 2 секунды он там уже чуть ли не пол столба снимет если сразу эту пилу вернет а 4 секунды она уже при смерти покупаешь бкб 10 секунд 10 секунд умножаем на 100 пошла математика получается 1000 умножаем на 2 получается 2000 мгновенный урон 180 получается 2360 все равно делать нечего против я это вычисляю но еще демашь там а спел демашь который есть чекрам и теперь чай в общем бкб выигрывает игру вот люби купили бы бы нас ларки они реально этом бкб выигрывают игру слаг реально может идти и он не боится дизайблов не боится станов он почти неизвим вот то же самое нужно сделать викс дай подруга монтать тебе и нужно ну пока совет надеть деньги потому что нужно еще и байбэк иметь что я покажу значит подформить то есть там продать стать на байбэк и бкб хекс на социальной серии он был уже вот еще раз подчеркиваем медленно бьет разом и идут идут пошел первый клоквер куда и прыгнуть ладно может там бастер ударом подавляет он спой по свину пошел шотор сплиттер свина пробивает ним дают его ничего сделать хотя пытается хотя бы удар сделать нет я там ни одного удара байбэка у него кстати не имеет проявляется глобал и гонят вас уже юбе их понятов под базу правда при этом потеряли здесь клокверка но вот убивает он 2 героя это у нас огор но и кстати айс айс пытается уйти айс айс у нас кстати будет без байбэка и он погибает ну и минус три героя которых не будет по 80 секунд просто блестящий врыв расстабили свинкс они просто форме на своей половине видимо верили в то что они почти неузвимы и скорее всего не убегут бояться но мы видим то что напали на свина начинали его бить и пока все остальные подошли свин уже минус а в это время 5 на 4 довольно таки легко драку завершить пошли чекать если байбэки а байбэков то нет целую минуту трех коров вне и убора и 2 суппортов героев ну и похоже да на победу хотят на то деле мега крипов не сделать а вот прям в трон страшно а вдруг там ворвёт сейчас бэтрайдер откидываться нечем нечего кидать издалека вот только сибарочка бэтрайдер два контактника поэтому они не могут подойти сейчас забирают бараки центре бараки снизу и позже этого рошан который уже ожидает их вот на такой стадии игры когда вот так вот играете наверное самая страшная вообще ошибка который может вдруг допустить такая он просто выходит на линию фармит при том что он как бы уже в 6 лоток ну если посмотреть на свина ему осталось купить все то ли кирас то ли муншард и он боеспособен и вас просто на вас просто нападает вас там в одного забрали какой бы у вас не был пик какие бы герои у вас не присутствовали если ваш кэри погиб один и остальные только-только подтягивались то есть как бы это можно сказать то что и команда не защитила и свет может быть сыграл чуточку агрессивно все у вас шансов мало поэтому ним как мы видим номинал и те они все-таки постабильнее намного стабильнее они но по крайней мере хау себе не позволяет вот так вот бегать в одного и умирать он если уж бегает то почти 80 процентов времени с командой это разница между опытом и ручками ну хекс появляется на сумму решил купить себе именно хекс не актарин еще сверху 4 500 если что бэк можно вообще учитывать что есть бэк а зарядов на был 100 немало тут уже принципе одна драка будете решать купить себе что место блатстоуна например какой-нибудь актарин чтобы все кулдаун уменьшать там минус куда он на хекс 25 процентов на шивану бкб на 2 чек рама вообще идеально этому для тибера лучший своем роде вот 30000 плюс на творца у трех героев неплохо на самом-то деле преимущество при пуши двух сторон такой сейчас не особо большой это вроде 9000 по эксперт свинцы вовсе ведут уровень 14000 если что нападение на угро прорывается на кушать а пошел глобал и писал сверху минус огор без бэк ахекс повесили пытается уйти сюда у нас пасть белки для вас пока не тратят айсайса айсайса по цепи скидывается пока что он где стычками но увы погибает без байбэком и станки с пока кам еще один хукшот для свой нуби хотя наконец-то начать списывать урон и темп ларочка погибает с байбэком но увы только два героя живым команды wings shadow в близок смерти погибает у нас в итоге shadow в минус вены вместе время писать gg именно это и делают у нас wings и ну да очень красиво играет нюбе вообще у меня было такое ощущение то что угром ага пустили как женщину вперед ну просто он идет один такой вражеский лес все остальные позиции и стояли смотреть что же будет врывается сларк прожимает у нас дар пак стоит спереди битрайдер боится его ну идти убивать или у там просто просто он не врывается или врывается потом уже в конце когда всех убивали и получилось так то что просто за месяц 5 на 5 нюбе в разы сильнее весь глобал от контур игры сами ну грейсы есть bkb нас ларки есть bkb на тимбере есть и уже как бы сами серне так опасен все мы жмем свои артефакты идем на замес тепла . бы кого не собрала bkb не собрала врывается старт нажимает арпакт есть все стаки падают вообще все стаки рефракшена падают подходит то от теперь кидает две пилы она почти мгновенно умирает вот тоже не вариант вот ну и в общем-то много